Две концепции благоустройства и два часа обсуждений и жарких споров. По обоим вариантам реконструкции набережной реки Сатиса и заливного луга горожане высказали замечание. В первом случае не хватило общественных пространств. Вторая концепция смутила островчан слишком кардинальными переменами. Но были и те, кто высказывался против любого благоустройства, требуя оставить все как есть и свести к минимуму вмешательство человека в природу на этом участке. Наверное, все понимают, что с этой территории и этой территории надо сегодня приводить в порядок. Первое. Эта территория находится, это основное природное лошадь на стыле центральной части города и залившей части города. Через нее проводены все основные магистрали. Пешеходные, так и транспортные. Во-вторых, это действительно сегодня, ну, как сказать, мы проголосовали сами за благоустройство набережной на реке Сатис. Сегодня Саров Инвест проводит колоссальные работы по благоустройству набережной. Невозможно на одном участке реки две трети благоустроить, а один участок оставит заброшенное. Деньги на реализацию проектов выделяются из федерального бюджета в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». Отказаться от благоустройства этого природного участка и потратить финансы не по целевому назначению город не может. В первом проекте предполагается сохранить основные характеристики участка и пешеходные дорожки, укрепить берега, благоустроить границы заливного луга и сделать вертикальную планировку. Стоимость работ по первой концепции оценили в 300 с лишним миллионов рублей. Горожане рассматривали проекты с точки зрения доступности территории. Будет красиво смотреться и должно красиво смотреться, если будут очень хорошо сделаны споры. Значит, сделанная, увеличена, градусности, половость увеличена. Она должна быть засеет красивыми травами и искусственными газонами. Воплощение в жизнь второго варианта стоит в два раза дороже. Но эта концепция предполагает создание благоустроенного общественного пространства и большого количества мест для отдыха. Но, как отметили специалисты, для реализации этого проекта требуется учесть много дополнительных факторов и проработать детали. В 13 лет никакие мероприятия не проводились по очистке домов отложений. Поэтому я считаю, что для того, чтобы быть уверены, что реализация того проекта, который называется «Острова», что он может быть реализован, нужны достаточно серьезные изыскания. Помни о том, что заливной луг – это памятник природы, некоторые требовали оставить все без изменений, отсылая присутствующих к сохранению культурного и исторического наследия Сарова. Но бореломы с больных деревьев и непроходимые топи, которые образовались на месте заливного луга, мало похожи на заповедное место. Дикая природа должна быть в дикой природе. В городе может быть или парк, культирированная природа, или помои. Третьего, простите меня, не дано. Тем более на такой маленькой территории, как в 24-м. Да, статус памятников в свое время был присвоен. По моей памяти, в том числе для того, чтобы грантировать какой-то застройки. Но давайте отдадим себе учет. Исторический природный ландшафт деградировал до неузнаваемости. Памятник такой ужин. Выбор горожанам все-таки придется сделать. Все предложения направят авторам концепции и в управляющую компанию кластера «Арзамас Дивеева-Саров», а также в проектную организацию. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.